Продолжение следует... Установить бесплатный Windows идея, конечно, заманчивая, но кто гарантирует, что взломанная версия не сломает заодно и ваш компьютер? Взломщики могут подселить в нее каких угодно вредителей и расхлебывать последствия будет себе дороже. Установить официальную версию операционки мало. Ее нужно регулярно обновлять. Даже в надежных программах попадаются уязвимости и ошибки, которые могут стать лазейкой для мошенников. В новых версиях такие ошибки стараются исправить, поэтому чем новее будет операционная система, тем лучше. Не работайте без необходимости в учетной записи администратора. Лучше пользоваться стандартной с ограниченными правами. Тогда система будет спрашивать пароль всякий раз, когда вы захотите установить программу или поменять настройки. Это значит, что излобный троян или вирус не сможет проникнуть на ваш компьютер без вашего ведома. Не забывайте и о специальных средствах защиты, антивирусах и фаерволлах. Антивирус должен быть легальным и обновленным, иначе от него не будет никакого толку. У каждого антивируса есть свой черный список базовредоносных программ, которые он умеет выслеживать. Но мошенники не дремлют и постоянно придумывают новые вирусы. Если база антивирусов будет устаревшей, он может просто не распознать нововоспеченного вредителя и доверчиво впустить его на ваше устройство. То же касается и фаерволла. Это специальный фильтр, который контролирует доступ к интернету с того или иного устройства. Во-первых, он может блокировать попытки вирусов подключаться к сети с вашего компьютера и, например, мешать боту общаться со своим хозяином. Во-вторых, он знает, у каких сайтов хорошая репутация, а каким доверять не стоит. Черные и белые списки фаерволла и антивируса должны быть свежими. Тогда он сумеет вовремя остановить вас, если вы соберетесь перейти по подозрительной ссылке. Однако, определять зараженные сайты наверняка фаерволл не умеет. Для этих целей можно установить сервис Яндекс.ДНС. Он также будет следить, на какие сайты вы заходите и блокировать переходы на опасные страницы. Данные о зараженных сайтах Яндекс.ДНС берет из базы Яндекса, которая обновляется несколько раз в сутки. Особое внимание нужно уделить браузеру, но эта тема требует отдельного разговора.